Привет! Сейчас я вам покажу видео и я хочу, чтобы вы сказали, какая из этих картинок вам больше нравится на телевизоре или на проекторе. И отгадайте, какая диагональ телевизора стоит справа от проектора. Ну что, отгадали, какая диагональ? Справа от проектора стоит 55-я диагональ. И вот такая большая разница у нас получается между 55-й диагональю и диагональю, которую может сделать этот проектор. А этот проектор у нас может сделать до 150-й диагонали. Самая большая диагональ телевизора, которая сейчас свободно продается в рознице, это у нас 98-я диагональ. К сожалению, в наличии их сейчас нет, и поэтому цену я на нее не нашел. А вот 85-я диагональ, которая поменьше, цену я нашел. И цена на 4К диагональ с минимальными характеристиками, чтобы там хотя бы был EAMC, то есть была уплавнялка, цена будет составлять 100 тысяч рублей. И поэтому, когда человек хочет большую диагональ, 100-ю, 120-ю или 150-ю, выбор у него небольшой. И скорее всего, он захочет вот такой лазерный короткофокусный проектор. И знаете, одно время я очень себе домой хотел вот такой лазерный проектор. И когда мне предложили взять на обзор проектор от бренда Changhong, который имеет 4К разрешение, у которого неплохие показатели яркости, контрастности, и самое главное, у него есть уплавнялка, я очень загорелся. То есть я прям вот загорелся, говорю, класс, давайте, шлите, будет обзор. И как я себе это представлял? Я представлял, что мне сейчас пришлют проектор и пришлют специальный экран. Потому что я немного вникал в эту тему и знаю, что вот такие лазерные проекторы, их обязательно нужно брать со специальным LR-экраном. Тогда картинка будет хорошая. И ребята, которые делали обзор, говорили, что такие проекторы показывают очень хорошо даже днем, если у вас есть такой экран. Но когда мне пришел этот проектор, к сожалению, экран не прислали, потому что не было в наличии свободных экранов. И здесь началась моя боль, потому что мне пришлось понимать, как работает этот проектор без экрана. И сейчас вам расскажу, что вас ждет, если вы купите его без экрана. Итак, получил я проектор. Проектор шел вот такой большой в желтенькой коробочке. Достал я с нетерпением этот большой проектор. Проектор действительно не маленький. Вес видите его на экране. В комплекте у нас идет кабель, пульт управления и инструкция на английском языке. И тут эйфория моя закончилась, потому что я понимаю, что его нужно как-то протестировать. Я натянул полотно, которое я всегда тестировал. Это самое бюджетное светоотражающее полотно, которое, в принципе, продается на Алиэкспресс. Стоит оно копейки. Так вот, это полотно не подходит для лазерного проектора, потому что результат получился ужасный. И я понимаю, что у меня остается один вариант. Это какая-то белая стенка. Стенки белой у меня нет. Поэтому у меня остался один вариант. Это белая простынь. Я понимаю, что результат, конечно, будет очень слабый. Не тот, который будет на белой стенке. Тем более, не тот, который будет на специальном АЛР-экране. Но мне ничего не прислали, поэтому пришлось тестировать на белой простыне. И вторая проблема. Это полотно, оно должно быть идеально ровное. Потому что проекция подается снизу. Это у нас ультра-короткофокусный проектор. Все моменты, все неровности, все помятости сразу будут видны. И это будет раздражать, особенно если будет движение. Потому что, когда будет движение, оно будет как волна переходить через вот эти все неровности. Поэтому мне пришлось максимально эту простын натянуть, повтыкивать иголочки в стенку, чтобы это хоть как-то более-менее осмотрелось. И когда я это сделал, хотя бы получился более-менее нормальный результат. Но к чему я вообще это все рассказываю? Если вы надумали купить лазерный короткофокусный проектор, у вас есть только два варианта. Первый это бюджетный вариант, то есть купить проектор и сделать, подготовить под него идеально белую стенку, чтобы она была идеально ровная и хорошим белым слоем. Чтобы это хорошо отражалось и был хороший результат. И правильный вариант это купить LR-экран. Тогда результат будет хороший и днем и вечером. Потому что белая стенка все равно при дневном свете, при хорошем освещении, как видите, контраст невысокий. Вот сейчас светит лампа на проектор. Сзади идеальная белая стенка, да, она из кирпича, но из-за того, что светит лампа, сразу результат будет хуже. И это самый важный момент, который я хотел сказать в самом начале. То есть домашний кинотеатр, если вы собираетесь делать с лазерного проектора, это комплекс, это должно быть лазерный проектор и это должен быть специальный LR-экран. Они, к сожалению, не дешевые, стоят от 60 тысяч рублей. Тогда результат будет хороший. А вот на белой стенке я сейчас выключу свет и покажу, какой будет контраст. Как видите, он стал лучше, но все равно свет бьет с окна и контраст не такой, как хотелось бы. Особенно, когда мы понимаем, что такие проекторы стоят больше 100 тысяч рублей. Поэтому самое важное, лучше купить сразу с LR-экрана. Давайте начнем с главного. Что вы должны знать об этом проекторе? Проектор от бренда Changhong, это бренд, который для внутреннего рынка Китая делает в основном телевизоры. Также у него неплохой модельный ряд лазерных ультра-каракофокусных проекторов. И эта модель, которая сейчас у нас на обзоре, оказывается она очень популярная. Я не сильно вникал в эти типы проекторов. И я посмотрел, многие блогеры их ставят в топы. То есть до 200 тысяч, эта модель очень интересна. А интересна она последующим параметрам. Первое, то что здесь у нас идет 4К разрешение. Второе, то что здесь хорошие показатели яркости, контрастности. И яркость у нас составляет 2100 антин люмен. К примеру, в проекторах, которые стоят близко к 200 тысячам, там идет 2400. То есть по факту вы почувствуете разницу процентов 8-10. А заплатить придется в полтора раза больше, чем стоит этот проектор. Поэтому, как бы здесь вот такое, что эта модель действительно интересная. Ну и третий момент, то что в этом проекторе неплохой вотклик. То есть в него можно играть в игры, это где-то 30-35 миллисекунд. И самое главное, то что здесь есть MEMC. То есть несколько режимов можно выключить. Минимальный, средний и максимальный режим. То есть это работа уплавнялки. И это очень важный момент, потому что на большом экране, если бы не было уплавнялки, все эти подергивания были видны. И эффекта киношной картинки не было. И вот этот набор этих функций и делает из этого проектора действительно интересный вариант к рассмотрению. Так, давайте перейдем к знакомству. Вот так выглядит его дизайн. Лично мне нравится. Серый цвет. Спереди мы видим, это у нас динамики. Здесь встроенный свой звук. Мощность видите на экране. Могу сказать своими словами, звук чистый. То есть нет такого, как в китайцах, в дешевых. Звук такой неприятный, с перегрузкой. Здесь в принципе за свои деньги мне очень звук понравился. То есть покупка саундбара здесь не критичная. Но если вы захотите сделать настоящий домашний кинотеатр, вот с таким типом проектора это сделать идеально. Почему? Потому что разъемы у нас находятся сзади. И если проектор у вас будет стоять как раз перед вами, там где акустика, его очень легко будет подключать к ресиверу. И опять же у него такой размер и цвет. Я думаю с любым ресивером он будет смотреться красиво. По разъемам. Разъемы у нас стандартные. Получается два HDMI разъема, два USB разъема. Есть оптика для подключения старой акустики. Есть, я так понимаю, наушники. Здесь как видите все на китайском языке. Есть RS-232. RS-232 это подключить старый какой-нибудь системник, то есть старый разъем. И есть возможность подключения интернета кабелем напрямую. То есть в принципе по разъему у нас есть все. Если вы будете подключать домашний кинотеатр, здесь один HDMI идет с IRC, то есть для подключения звука. То есть по разъемам у нас есть здесь в принципе все. Сверху мы видим луч проекции. То есть он как раз у нас будет проецировать изображение. И вот этот кругляшок, этот датчик или света, или движение. Ну то есть это у нас защита от того, чтобы вы случайно не смотрели в проектор, он будет выключаться. То есть это нужно сделать в настройках. Заходите в настройки и включаете этот режим. И как видите, если кто-то близко подойдет, оп, он выключился. То есть специально, чтобы защитить ваши глаза. И говорит, будьте осторожны со своими глазами. То есть все у нас идет на английском языке. По поводу проекции и подключения. Это у нас один из самых ультракороткофокусных проекторов. Потому что с 10 сантиметров у нас уже получается 80 диагональ. И с 20 сантиметров у нас получается 100 диагональ. То есть действительно в этом плане хорошо. Потому что вы можете максимально близко расположить его к стенке. И никому он мешать не будет. Но при этом у вас будет большой экран. И как сказал в начале ролика, меня кинули с нормальным экраном. И поэтому мне приходилось проверять на самой обычной простыне. Это конечно же печально. Потому что я хотел ощутить весь кайф лазерного проектора. И как сказал самое главное, при включении первое, это чтобы у вас стена была ровная. Но с горем пополам я смог максимально натянуть свое полотно. И второе, нужно выставить. Потому что любой угол у вас сразу будет искажение. То есть его нужно идеально выставить и по углу. И чтобы он идеально стоял в уровень. Потому что если будет перекос, то картинка тоже будет заваливаться. По поводу настроек. Здесь у вас есть несколько настроек. То есть вы можете его перевернуть, отразить. Это в принципе все стандартно. Здесь есть настройка фокуса. Заходите в настройки, вы можете отрегулировать фокус. И здесь управление трапецией по 8 точкам. Конечно жалко, что здесь нет автоматического всего этого дела. Что я просто поставил, он сам навелся, сам это все сделал. Но за эту цену нам попытались, наверное, сделать лучшие показатели яркости и контрастности. Потому что если бы они нам сделали все, это был бы либо другой ценник, либо урезали где-то в другом. Поэтому здесь, конечно, нужно мириться. То есть здесь все нужно делать вручную. По поводу его оболочки. В этой модели у нас идет Android 8 версии. Когда я включил его, первое, здесь у вас два варианта. Либо английский язык, либо китайский. То есть, к сожалению, русского языка нет. Хотя интересно, что в серии повыше, точно такая же оболочка, но с русским языком. И здесь напрашиваются два вопроса. Может быть в теории можно скачать какую-то прошивку и сделать его русифицированным. И может быть с обновлением это исправят. Я нажимал обновление, обновлений никаких нет. То есть интересно, почему в серии повыше идет русский язык. И также есть серия еще выше, у которой будет сертифицированный Android TV. Здесь у нас идет просто чистый Android 8 версии с неплохим железом. Я специально скачал AIDA64, чтобы посмотреть какое же здесь железо. Здесь железо уровня приставки где-то 1000 за 10 рублей. То есть у нас идет 4-х ядерный процессор с ядрами Cortex-A73 частотой 1500 и энергоэффективными А55 и 3 гигабайта оперативной памяти. Графический ускоритель Mali-G51. То есть в целом я считаю, что железо за свои деньги неплохое. Но есть несколько нюансов. Первое. Здесь нет сертификата в Google. То есть здесь нет никаких сертификатов. То есть это у нас просто чистый Android. Установить АПК файлы легко и я это все сделал. То есть все кинозалы, все установилось. Первое, что я немного расстроился, то что торренты он выкидывает. То есть не потому что железо не тянет, а потому что нет оптимизации. Может конечно что-то нужно поколдовать, придумать. Но к сожалению в настройки зайти не так уж и просто. Потому что здесь все спрятано. Поэтому это надо делать как-то через загрузчик. Что-то придумать. Короче надо еще постеть подумать. Но в целом то есть что вас ждет, это вас ждет чисто Android на английском языке. Можно конечно установить отдельно какой-нибудь сторонний плеймаркет. И производитель на своем сайте скидывает ссылку на этот плеймаркет. Я установил и основные приложения конечно устанавливаются. Но еще одна проблема для русскоязычных пользователей будет в том, что здесь клавиатура на английском языке. То есть нужно будет еще устанавливать отдельно русскую клавиатуру. Кстати еще ставится отдельно лаунчер. Я специально скачал. Вот он лаунчер ставится. Основные пока файлы я поставил. Поставил кинозал своего провайдера. Поставил IPTV своего провайдера. И все это работает хорошо. То есть в целом по смарту вопросов несколько. Первое это то, что клавиатура идет на английском языке. Второе то, что торренты к сожалению онлайн не получается на нем запустить. Потому что он по ходу окна просто выкидывает. Ну и второе то, что нет. Ну и еще один момент то, что нет Google сервисов. А так в целом смарт получился шустрый. И по идее вам должно его хватить. Если он будет мало, то всегда можно докупить Android приставку отдельно. Также интересный момент с пультом управления. То есть кнопки как видите у нас идут все с китайскими иероглифами. То есть полностью все для Китая сделано. И интересно то, что в нем есть микрофон. То есть кнопка голос она здесь есть. То есть скорее всего это у нас микрофон. То есть по идее здесь он универсальный. То есть по идее пульт универсальный. И скорее всего он подходит к сериям выше. Потому что там где есть Google сервисы, можно голосом сказать алло-алло. И это будет работать. Опять же в теории, если сделать рут права, то сюда можно запилить Google Katniss и сделать голос. То есть конечно же это надо повозиться, это нужно время. Но пульт нам положили хороший. По поводу того, что здесь китайский иероглиф, все равно через время ты привыкаешь и же интуитивно нажимаешь на эту кнопку и ты на нее просто не смотришь. То есть вначале конечно это неприятно. То есть хотелось бы, чтобы все было, чтобы было более понятно, более просто. Но методом тыка, методом аж проб и ошибок вы все равно уже понимаете как этим всем пользоваться. Итак, давайте перейдем к главному. К картинке и к результату. Я смотрел многих блогеров, которые делают обзоры про телевизоры, про проекторы. И они конечно же первым делом включают деморолики и охают-ахают, как там все красиво. Конечно же на демороликах даже бюджетные вещи смотрятся хорошо. То есть потому что деморолик он для этого и создан, чтобы показать максимальные возможности. Отсняты эти ролики на самом лучшем оборудовании, обработаны и самое главное, что там чаще всего яркие сцены. Потому что проблема бюджетных вещей и проекторов это черные и темные сцены. Потому что там уже как раз мы видим все нюансы. Так вот деморолики как видите этот проектор показывает хорошо, а вот в темных сценах конечно же черного будет маловато. Особенно на моей белой бюджетной простыне. То есть самый дешевый вариант, который может быть. В целом, что мне понравилось, что контраст все-таки высокий и в темных сценах детализация видна. Потому что в более бюджетных проекторах там просто видно ничего не будет. То есть если сильно темная сцена, это проблема. Здесь по крайней мере темные сцены, вы видите объекты и это важно. А если бы это был ALR экран, то был бы конечно другой результат. Потому что я видел у ребят, которые тестировали эту же модель с ALR экраном и там конечно все классно. Но там сразу другой ценник плюс 60 тысяч в цене. Тогда вы получаете идеальный вариант. То есть по хорошему сигналу, по демороликам все хорошо. Опять же если смотреть футбол, я включал футбол даже на своей бюджетной простыне. В темное время, если выключить свет и нет лишних источников света, тоже результат получается хороший. Полностью все видно и самое главное бросается в глаза, это то, что здесь действительно хорошая плавность. Я также сделал несколько тестов на плавность, чтобы проверить MEMC. И здесь он работает хорошо. То есть картинка действительно очень плавная. Единственное, что на некоторых кадрах видно, что это у нас лазерный проектор с технологией DLP. И как видите, вот эти моменты, переходы, это как раз и работа этой технологии. То есть если быстро провести рукой, вы увидите эффект радуги. То есть наше зрение это видеть не будет, как работает технология DLP. Но на камеру и вот таким моментом проверить это все можно. То есть самое главное, что вы должны понять, что если вы решились купить такой проектор и вы пока смотреть будете на белой стене, то это все-таки больше вечерние просмотры. В вечерние просмотры вы будете полностью довольны. И светлые цены, и темные цены будут отрабатывать хорошо. Здесь вопросов нет. Также понравилось, что этот проектор поддерживает HDR10. И это было видно. Особенно в играх. Я кстати подключил свой Xbox Series X, проверил. И как видите, Xbox показывает, что этот проектор поддерживает 4K 60 кадров и поддерживает HDR10. Ну и конечно он 120 не поддерживает и Dolby Vision не поддерживает. То есть основные моменты, самые важные для игры, он поддерживает. И когда я подключил Xbox и поиграл в футбол, поиграл в игры, я кайфанул. Первое. Глаза не уставали, как уставали, к примеру, у меня на дешевых проекторах. Потому что на бюджетных проекторах через 20-30 минут я уже не мог, мне нужно было выключать. А здесь я действительно кайфанул. И от плавности, и от контрастности, и от детализации. То есть на лазерных проекторах вы уже действительно получаете удовольствие. Также, что еще понравилось, что у лазерного проектора очень хороший угол обзора. Поэтому если у вас будет сидеть большая компания, комфортно будет абсолютно всем. И тем, кто сидит в центре, и тем, кто сидит по бокам. Контраст не меняется. Что прямо, что под углом, контраст хороший. То есть тот, который был в центре. То есть нет перехода, что у вас в центре хороший контраст, цветная картинка. А вы подошли сбоку и картинка меняется. То есть в этом плане все хорошо. Ну и в конце самое главное. Сейчас большая распродажа на Алиэкспресс. И этот проектор можно купить по обалденной цене. Вот такой, как видите на экране. И если вы не успели под эту акцию, советую подписаться на вот этого продавца, который мне отправил этот проектор. У него часто распродажи. И в принципе на Алиэкспресс раз в месяц стабильно распродажи. И вы можете купить этот проектор по очень хорошей цене. И тогда за эти деньги это действительно будет интересно. Потому что на фоне его конкурентов, с тем же Xiaomi, который идет тоже 4К, этот проектор по яркости, контрастности показывал лучшие результаты. И опять же, если вы зайдете на Алиэкспресс, почитаете отзывы, посмотрите сколько звезд набрал этот проектор, посмотрите блогеров, которые нормально тестировали, не как я на белом полотне, а с нормальным экраном, то там результат получался обалденный. И большинство были в восторге от результата. Но конечно, когда покупать проектор плюс экран, это уже ценник получается близко к 200 тысячам. Но тогда вы получаете максимальный результат. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте оставить свои комментарии. Мне очень будет приятно их почитать. Всем спасибо. Пока-пока.